Стенка тела гидры образована двумя слоями клеток, эктодермой и внутренним энтодермой, между которыми находится базальная мембрана. В эктодерме можно различить клетки нескольких типов. Основная масса представлена эпителиально-мускульными клетками, имеющими отростки, в которых расположены сократительные элементы. Кроме этих клеток, в теле гидры различают чувствительные, нервные, железистые и стрекательные клетки. Чувствительные клетки расположены так же, как и эпителиально-мускульные, то есть одним концом обращены наружу, а другим примыкают к базальной мембране. Нервные клетки лежат между сократительными отростками на базальной мембране. Особенно большое количество нервных клеток вокруг ротового отверстия. На щупальцах, а также на подошве. В совокупности они образуют диффузную нервную систему. Если дотронуться до гидры, возникшая в первичных клетках возбуждение, быстро распространяется по всей нервной сети. И животное отвечает на раздражение сокращением отростков эпителиально-мускульных клеток. Железистые клетки расположены в основном на переднем и заднем концах тела гидры. Они выделяют слизистое вещество. С помощью этого клейкого секрета гидра прикрепляются ко дну или другим подводным объектам. У гидр есть и мелкие, недифференцированные промежуточные клетки. Из них образуются все типы клеток. Эпителиально-мускульные, нервные, железистые, стрекательные и половые. Гидра легко восстанавливает утраченные части тела. Даже сильно израненная, превращенная в лохмотье, она выживает. Уцелеет хоть кусочек туловища и гидра восстановится.